О поставках российского газа по западному маршруту в Китай будет подписан через несколько месяцев. На встрече с Владимиром Путиным Алексей Миллер доложил о подготовке этого документа. Предусматривается, что ежегодно в КНР с месторождения Западной Сибири будет поставляться до 30 миллиардов кубометров топлива, а в перспективе до 100 миллиардов. Миллер также сообщил, что возведение восточной ветви газопровода Силы Сибири идет строго по графику, а в конце июня пройдет торжественная церемония старта строительства участка трубопровода уже на территории Китая. Глава государства поинтересовался, как «Газпром» реализует поставленные задачи. Алексей Борисович, компания еще не подводила итоги за первое полугодие, но у вас есть результаты за первый квартал. Понятны тенденции, вот первый вопрос об этом. Второй вопрос в наших вопросах, связанных с газификацией, о том, что граждан оболнуют в значительной степени. Как идет работа в целом на внутреннем рынке. Ну и, конечно, как вы себя чувствуете на традиционных наших внешних рынках. Ситуация на газовом рынке в 2015 году значительно лучше, чем в конце 2014 года. Это мы видим по поставкам газа на рынок. Что касается поставок газа на экспорт, здесь тенденции очень-очень хорошие. Например, такой крупный потребитель российского газа, как Германия, в мае текущего года, по сравнению с маем 2014 года, купила газа более чем на 68%. Это говорит о том, что спрос на российский газ растет. И, без сомнения, вопрос о новых контрактах, о долгосрочных поставках российского газа на европейский рынок, это вопрос в текущей повестке дня переговоров с нашими европейскими партнерами. В следующем году полностью завершится реконструкция Волоколамского путепровода на северо-западе Москвы. На месте устаревшей магистрали появится современный транспортный объект. Он объединит в себе сразу три сооружения. Это автомобильная дорога, трамвайная линия и техническая эстакада. Оценить, как продвигается масштабная стройка, приехал мэр столицы. Репортаж Виктора Прокушева. Реконструкция Волоколамского путепровода через Малое кольцо железной дороги переходит к следующему этапу. Закончен фундамент, завершена установка опор. На свои места встали пролетные сооружения. Вскоре начнется укладка дорожного полотна. Находимся на очень важном объекте, путепровод на Волоколамском шоссе. Здесь сразу несколько объектов и несколько задач решается. Это, собственно, автомобильный переезд. И он расширяет Волоколамку в этом месте с шести до десяти полос. Это трамвайный путепровод и технологический путепровод, который позволяет запустить на МКЖД пассажирское движение. Все эти работы должны закончиться в 2016 году. Длина автодорожного путепровода 160 метров, трамвайного 80. После завершения реконструкции количество полос увеличится с шести до десяти. Учли и выделенки для общественного транспорта. Все это позволит в несколько раз увеличить пропускную способность узла. В среднем строительство объекта такой сложности занимает 36 месяцев. В данном случае рассчитывают управиться в два раза быстрее. Открытие запланировано на середину следующего года. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Движение транспорта не останавливают. В сентябре автомобильные потоки пустят по новой боковой эстакаде и приступят к реконструкции соседней. Перепустим движение по этой части. Будем разбирать от середины до конца. Будем разбирать вторую часть, также поднимать ее, потом будем запускать середину. Как раз в высоте старых сооружений и кроется основная проблема. Раньше этот путь использовали в промышленных целях. По нему ездили дизельные локомотивы. Смысла в строительстве высоких эстакад не было. Сейчас, когда малое кольцо хотят приспособить для пассажирских перевозок, по всей длине необходимо установить контактную сеть, а значит увеличить высоту путепроводов. Провода под напряжением будут крепиться к нижней части конструкции транспортной развязки. Высота существующего автомобильного путепровода не соответствовала тем габаритам, которые обеспечивали электротягу будущего пассажирского движения железной дороги почти на 2 метра. Реконструкция данного участка – стратегический элемент подготовки малого кольца Московской железной дороги. Его длина составит 54 километра, а предполагаемый пассажиропоток – 300 миллионов человек в год. Это сопоставимо с нагрузкой на активные ветки метро. К моменту запуска амбициозного проекта, а он также запланирован на следующий год, в местах пересечения с МКЖД в эксплуатацию пустят еще 7 путепроводов. Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, Александр Савин, ТВ-Центр. В Москве будет создан единый городской портал. Он заработает на базе уже существующего сайта мэрии по адресу mos.ru. Об этом сегодня на заседании Совета по открытым данным рассказал Сергей Собянин. Новый ресурс объединит в себе сразу три сервиса – «Наш город», «Городские услуги» и «Открытые данные». Москвичи смогут в одном месте оставить жалобу и получить необходимую информацию. Портал «Наш город», действующий уже несколько лет, призван помочь жителям в решении вопросов ЖКХ. Фактически в городе была создана система общественного контроля. Я плохо уже себе представляю управление городом без создания информационной базы, информационных систем. У нас 80% жилищно-коммунальных услуг контролируется с помощью информационных ресурсов. Все места в детских садах, школах распределяются с помощью уже информационных систем. В ближайшее время будет открыта система, связанная с качеством и посещением поликлиник. И на основе этих баз данных мы в практической форме руководим целыми отраслями, в которых работают сотни и сотни тысяч людей. Власти Москвы готовы расширить количество открытых данных и для бизнеса. Мэрия также продолжит сотрудничество с компанией «Яндекс», которая уже выпустила несколько популярных городских приложений. Другим событием. Украинские военные почти 200 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, провозглашенной Донецкой Республике, в результате обстрелов ранения получили 8 мирных жителей. Под огонь силовиков попали журналисты одного из российских телеканалов, а также фотограф агентства «Франс Пресс». В пригороде Докучаевска снарядами повреждено здание детского сада и водонапорная башня. При этом, по-прежнему, нарушая все соглашения, украинская сторона широко применяет артиллерию, танки и минометы. Сложной и напряженной остается и обстановка на линии разграничения. Разведка ополчения зафиксировала новые факты перемещения военной техники вооруженных сил Украины вдоль фронтовой полосы. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, украинские военные вывели с обозначенных мест ранения около 20 единиц тяжелой техники. Важность дополнительных усилий по пресечению нарушений режима прекращения огня, особенно обстрелов населенных пунктов в Донбассе, подчеркнули сегодня в телефонном разговоре Сергея Лаврова и Джон Керри. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Как сообщили в российском МИДе, главы внешнеполитических ведомств подтвердили необходимость выполнения всеми сторонами минских договоренностей и поддержали скорейший созыв в Минске рабочих подгрупп контактной группы, в рамках которых должен быть налажен прямой устойчивый диалог Киева с Донецком и Луганском. На завтра в Минске намечена очередная встреча по регулированию ситуации в Донбассе. Ответственности за антиконституционный переворот на Украине говорится в комментарии российского МИДа в связи с планами Вашингтона по размещению военной техники на восточном фланге НАТО. Внешнеполитическое ведомство предостерегло Америку от подобных шагов и напомнило, что они подрывают ключевые положения основополагающего акта России-НАТО от 1997 года. Тогда Альянс взял обязательство не размещать существенные боевые силы на территории стран Восточной Европы. Что может противопоставить наша страна планам Пентагона, выясняла Лилия Попова. Сообщение о том, что США рассматривают возможность размещения в ряде стран Восточной Европы и Балтии тяжелого вооружения, якобы в качестве защиты от возможной российской агрессии, появилась в американской газете Нью-Йорк Таймс. Представители этих самых стран пытаются сделать вид, мол, никакой сенсации. Тема обсуждалась еще в сентябре прошлого года на саммите стран НАТО в британском Уэльсе. Правда, тогда было высказано лишь намерение обеспечить видимое увеличение сил Альянса в Восточной Европе. А журналисты Нью-Йорк Таймс опубликовали некоторую конкретику. По их данным, тяжелое американское вооружение, танки, БТР и артиллерийские орудия будут дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии. Предполагаемый объем рассчитан на 3-5 тысяч человек личного состава. Представители этих стран такую возможность горячо приветствовали, тем самым подтвердив информацию. Эти решения были приняты еще год назад и в феврале были обнародованы. Сейчас об этом только написали в зарубежных СМИ. То есть это никакая не новость. Нам эти решения известны. Мы их поддерживаем и ждем. Глава Минобороны Литвы бодро отрапортовал. Страна почти завершила подготовку военной инфраструктуры для американской техники. А Польша горит желанием разместить у себя склады штатовского вооружения и радуется усилению американского присутствия в регионе. Мы уже давно стремимся к увеличению американского военного присутствия в Польше и на всем восточном фланге НАТО. Было бы хорошо, если бы эта техника находилась ближе к области, где есть потенциальные угрозы. 19 мая с американским министром обороны обговаривали размещение тяжелой техники армии США в Польше. Решение близко. Польша и Прибалтика уже давно взывали к НАТО вооружить эти страны до зубов. Ведь, по их мнению, главный враг Россия совсем близко. Правда, от своей ретивости могут получить двоякий эффект. С точки зрения стратегии они ведут антинациональную политику, потому что они увеличивают угрозу, военную угрозу страны России для своих государств. То есть, чем больше эти страны будут вовлечены в эти расклады НАТО, чем больше там будет вооружения иностранных государств, тем больше вероятность того, что в случае возникновения войны они станут точкой первого удара. И эти страны будут просто разрушены в случае действительно большой войны. Они будут уничтожены. Но с их точки зрения, с точки зрения сиюминутной, это выгодно, потому что они таким образом завоевывают очки в глазах своих американских патронов. Зарабатывают и не только очки. Конгресс США подтвердил программу помощи странам Восточной и Центральной Европы на миллиард долларов. Определенная сумма была выделена и Литве. Там уже размещена рота натовских военных. Вот эти действия Соединенных Штатов являются грубым нарушением основополагающего акта России-НАТО 1997 года. Это первое. Второе. То, что Соединенные Штаты пытаются провоцировать Россию на гонку вооружений, на создание инфраструктуры, отражающей вот эти вот возможные атаки на нашу территорию. То есть, они пытаются таким образом спровоцировать нашу страну на дополнительные расходы на оборону. По примеру Советского Союза, расходы на оборону которого подорвали экономику страны. Официальные представители Пентагона заявляют, что ведомство пока не приняло окончательного решения относительно тяжелого вооружения. Но если оно все-таки будет принято, то станет самым значительным военным шагом США со времен Холодной войны. Россия в этом случае ответит наращиванием сил на своих рубежах. Отреагировали в Минобороны. В первую очередь усилят группировку войск по всему периметру западной границы, включая новые формирования танковых, артиллерийских и авиационных частей. В частности, ракетную бригаду в Калининградской области могут перевооружить на комплексы «Искандер». Выпущенные ими ракеты сбить практически невозможно, а цели поражают на расстояние до 500 километров. Те же Литва и Больше находятся гораздо ближе. Лилия Попова, Александр Сергомасов, Татьяна Суровенкова, Дмитрий Андреанов, ТВ-Центр.